Итак, репостменка этого выпуска стала Мария Черная. Спасибо, Мария. Друзья, напоминаю, вступите в группу, сделайте репост и получите возможность попасть в начало ролика. Спасибо. Эту историю мне рассказал один хороший знакомый. Если вы скептик, принимайте ее как аудиорассказ. Если же нет, передаю историю из уст в уста. Итак, приятного просмотра. 500 рублей в час. Я тогда работал в Ростове-на-Дону таксистом. Времена были докризисные. В принципе, все мы неплохо держались на плаву. Денег хватало. Но когда появлялась возможность подзаработать больше, чем каждый день, я не упускал возможность. Так случилось и в этот день. Я только было хотел поехать пообедать, как неожиданно ко мне подсела женщина. Докинете до стачек? Я утвердительно махнул головой, и она села в машину. Вместе с ней в салон влетел шлейф явно дорогих духов. Я успел заметить шикарный маникюр и острые длинные ногти. Женщина под сорок следила за собой так, как будто у нее было много свободного времени. Ее самодостаточность выпирала наружу. В предвкушении хорошего заработка я тронулся в точку прибытия. «А как вас зовут?» – внезапно спросила она. «Алексей?» – ответил я. «А меня Марина». «Алексей, а как вы относитесь к тому, что я возьму ваш номер телефона и позвоню, когда мне понадобится?» «Я не против». Я взглянул на нее и протянул ей визитку. Окидывая взглядом такую статную, ухоженную женщину, которая приятно говорит и не ведет себя, как богатая наглая курица, другой бы не почувствовал никакой негативной составляющей. Но в тот момент я видел ее, и что-то в ней меня отталкивало. Как будто за тонким ароматом духов чувствовался сладковатый запах гниения. Или показалось? «Я буду платить вам, Алексей, 500 рублей в час. Вас устроит?» – спросила она. Это была полудневная выручка таксиста в то время, и я, внутренне обрадовавшись, не смел отказаться. Я благополучно отвез ее, а спустя время, почувствовав легкое недомогание, я поехал домой. На следующее утро мне раздался звонок. «Алексей, это Марина. Вы сегодня сможете мне выделить время?» «Конечно, Марина. Я сейчас работаю». «Тогда буду ждать вас к 12 часам. Также на стачках». День начинался неплохо. Появилась возможность неплохо заработать. Она завалилась в машину с бутылкой вина и лимоном. От нее жутко веяло спиртным, когда она попросила просто ехать вперед. Я тогда целый день возил изрядно пьяную Марину, а когда стало темнить, она сказала, «Поехали на кладбище. На могилку сходить нужно». Спустя время совсем стемнело. Фары автомобиля выхватывали из тьмы ворота кладбища. Я вышел из машины, чтобы отворить их, как ко мне подбежал какой-то мужчина. «Ребята, кладбище закрыто. Днем приезжайте». Это был сторож. В тот момент с меня как будто упала зависть. И действительно, что мы приехали на кладбище так поздно. Я вернулся в машину и сел на водительское сидение. «Марина, кладбище закрыто». «Это тебе этот сказал?» Внезапно изменившимся голосом сказала она. «Я сейчас поговорю с ним». В нотках ее голоса слышалась угроза. В свете фар я видел, как она выбежала из машины и подбежала к воротам, где еще стоял сторож. Но я ему что-то коротко сказала, и тот, руками схватившись за голову, остолбенел, глядя на нее. А потом стал судорожно открывать ворота. Она вернулась в машину. Я коротко посмотрел на нее и пришел в ужас. Покрывавшие голову волосы сползли назад. Это был парик. Она резко сдернула его с головы, выкрикивая ругательство и угрозу в сторону сторожа. Пляшивая голова, на которой тонкими лоскутками висели редкие волосы, красные белки глаз с невероятно широкими зрачками, теперь смотрели на меня. Некогда улыбчивый рот теперь исказился в кривом оскале. «Ну что ты смотришь?» «Поехали!» – зашипела она на меня. По моей спине бежали мурашки. А когда мы пересекли черту ворот, она вдруг резко взвыла, стала рычать и биться в пассажирском сидении. «Только бы не кинулась!» – думал я, обливаясь холодным потом. Я даже не знал, как реагировать на подобное. Она не своим голосом сказала остановиться в указанном месте и уставилась на меня, оскалив зубы. Я даже не понял, улыбка это была или нет. «Помоги мне найти могилку Татьяны хромой!» – сказала она все тем же ужасным голосом. «Хорошо!» – ответил я. Если честно, у меня были мысли просто ударить по газам, когда она выйдет. Но меня будто кто-то силой вытянул на улицу. Наши поиски продолжались минут двадцать. Она извлекла из сумочки фонарик и, периодически взвывая и рыча, стала искать ту самую могилку. Еще я заметил, что она вся подергивается, будто ее воротит. Что самое странное, могилку хромой Татьяны Игоревны мы нашли прямо около автомобиля. Я раза три мимо проходил, но не видел ее. На могильной плите было выгравировано хмурое, суховатое лицо старой женщины. Она, немного наклонив голову, смотрела из-под лобья. «Ступай в машину и жди меня там», – сказала вдруг возникшая за моей спиной Марина. Я так и сделал. Со стороны пассажирского окна я видел, что Марина начала раздеваться. Свет фар краем освещал могилку, и было видно, как женщина, избавившись от одежды, стала выкрикивать какие-то слова, а потом, схватив пригоршню могильной земли, высыпала ее на себя. Я обливался холодным потом и, дрожа всем телом, как мог, читал давно забытую молитву. Хотелось уехать отсюда побыстрее, но ноги сделались ватными. Я зажмурил глаза и сидел так до тех пор, пока не услышал звук открывающейся двери. Женщина села в машину, что-то удерживая в ладони. Она теперь не рычала, не дергалась, а просто смотрела на меня невероятно холодным взглядом и сказала, А теперь, если ты не найдешь пакетик, я эту землю по всей машине растрясу. В ее левой ладони оказалась кладбищенская земля. Я вышел с машины с невероятной тяжестью в теле, как будто одел тяжелый рюкзак. Немного постояв, я открыл багажник и нашел там маленький пакет. Мы ехали по ночному Ростову мимо концертного зала. Здесь было много народа, ловившего попутные машины. Я вспомнил, приезжала одна знаменитая певица. Видимо, концерт затянулся до позднего времени и люди не успели на общественный транспорт. Давай подберем вот эту пару, вдруг сказала Марина. В салон автомобиля сели просто одетые мужчины и женщины средних лет. Когда мы тронулись, она обернулась назад и с милой улыбкой попросила женщину протянуть ей руку. Та, не задумавшись, выполнила просьбу. Неожиданно для всех Марина, схватив горсть земли из пакета, сунула ее в руку пассажирки и сказала, «А теперь, если не хочешь сдохнуть, молись Татьяне». Женщина стала кашлять и задыхаться. Рука ее силой сжимала кладбищенскую землю, а муж, не понимая ничего, попросил остановить машину. Спустя 20 минут езды Марина указала на молодую пару и попросила остановиться. А я, собрав все свои силы, сказал, «Нет уж, Марина, давай я отвезу вас домой». Она прищуренно посмотрела на меня и ответила, «А знаешь, Алексей, тебя хорошо защищают». В тот вечер я отвез ее домой и больше мы не встречались. Продолжение следует...